Книга «Открытым оком», тема «Дети. Лагерь. Стан», том 10, вопрос 2359. «Говорите, что нужно наказывать детей битьем. Может, так нужно было в Ветхом Завете? А сегодня мы же под благодатью? И во всех ли народах так учат? Или только у русских?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Не бить, а наказывать. И так советует Вечный Бог, сотворивший нас, давший способность чреву возрастить детище твое, и чтобы оно было послушным и для Бога годным, спасенным во Христе для вечной и радостной жизни в раю. Другого пути нет, как только учить по Библии. А она недвусмысленно говорит и в Новом Завете, что метод одних увещеваний не даст положительного результата, потому что, наказывая тело, мы врачуем душу, как говорит Латауст. Притча, 13 глава, 25 стих. «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его». Серахова, 30 глава, 12 стих. «Нагибай выю его в юности и сокрушай ребра его, доколе оно молодо, дабы, сделавшись упорным, оно не вышло из повиновения тебе». Притча, 23 глава, 13 стих. «Не оставляй юноши без наказания, если накажешь его розгою, он не умрет». В книге «К истинному православию» в главе о семье очень подробно отвечено на этот вопрос. «Не наказывают до трех лет в Японии, так пишут, и в джунглях амазонки у дикарей. Там и там готовят так к смерти, чтоб легко могли на себя руки наложить. Но в этом плане нашим не следует перенимать их опыт. Ваши детища и без этих предосторожностей от одних наркотиков и спиртного легко додумаются прервать свою пустую и ненужную жизнь. «Но чтобы чадо было послушно Богу, для этого нужно наказывать с детства, и не зря, а с объяснением и при тщательнейшем расследовании проступка. «Кто не наказывает детей, тот губит их. Раньше таких отцов не было во всем государстве». Евреям 12 глава 7 по 9 стих. «Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами, ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Или же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то они гораздо ли более должны покориться отцу духов, чтобы жить? «Не играйте, дети, на дорогах, не рискуйте жизнью и здоровьем. Почести какие для убогих? Посреди дороги пьяное геройство. Пешему едва видна тропинка, тротуары не всегда есть сбоку. Выживают только те икринки, не попавшие в стремительность потока. Бог не расположен к большинству, если страха Божья не имеют. Где не прилепились ко Христу, независимо, один живешь, семейный. Безопасность далеки от шума, больше, чем в театрах, ресторанах. О божественном о смерти легче думать, помнить, что ты временный и странник. В опле бесноватых стадионов, без нужды шатанье по базарам. Сожалением кончится и стоном, если доживешь и станешь старым. Путь молитвы даже не проложен, не протоптан и не знаешь где. Храм затянет их потоком ложным на обочину в среду слепых людей. Как вам объяснить, не знавшим Бога, указать тропинку на Голгофу? Проиграли на больших дорогах и от пения херувимской плохо. За Христом всегда идут пешком, на фаворе было только трое. Прошлое встает, как в корле горликом, раскаянием ему могилу роем. На распутьях наш, нас нашел пастух, принявших его усыновил. Не молчите, пойте это вслух, если путь широкий стал немил. 8 сентября 2004 года. Игла.